Сейчас в сторону студии Феникс медленно, но верно поднимается волна негодования, без преувеличения сотни разочарованных в федьке комментариев под моими роликами про Феникс в общем и про их туры в частности. Появляются новые разоблачения от людей, которые, мягко сказать, высказываются не в пользу студии. Эта волна хейта, говоря откровенно, может нахуй потопить всё, созданное студией. И это не финансовый кризис, из которого можно выйти клянче донаты на стримах, нет. Это может стать началом банального недоверия и неуважения в сторону всей студии, которая в определенный момент потопит любые, пусть даже хорошие начинания. Контракт с Ока, книга из кастрированных фанфиков за 2000, бесконечные таблицы с проектами вместо самих проектов. То есть, скажем так, это такой градиентик получается у нас. Это поводы даже для самых маленьких немножко подумать и охуеть от того, какой комичный пиздец происходит у Федики в голове. Вот вам еще несколько примеров. Мне кажется, лучше я выпущу землю королей, которая мне нравится. Я не буду чересчур идеально ее прорабатывать, но она будет достойной для меня в этом году, чем вы будете ждать еще несколько лет. Я только сейчас в полной мере осознал, что просто делая работу, просто сажаясь и делая, вы качаете скилл быстрее, чем прям вот выстараиваясь, вхерачивая. Ну то есть, вы получаете больше опыта от практической работы, чем от того, что вы над ней думаете. Сидите, хорошая, но далеко не идеальная работа, лучше, чем никакая. Спасибо большое. Как здорово, что в 27 лет ты доберешься, что нужно, блять, заниматься проектом, чтобы поднять скиллы и чтобы он, блять, был сделан. А не сидеть и фантазировать о нем и отвечать на вопросы по 8, сука, часов. Ответ на вопросы по поводу земли королей. И исходного материала было 8 часов, чтобы вы поняли. Вот еще один из моих любимых примеров. Стадии эволюции в отборе проектов на Феникс. У нас произошла некая эволюционная стадия на Фениксе, да? Как мы вообще отбираем новые проекты для Феникса? Изначально я смотрел, ну это самый примитивный уровень отбора проекта. Я смотрел на харизму автора, на харизму чувака. Потом, обжегшись несколько раз, мы начали смотреть на то, как человек работает в коллективе. И в первую очередь обращать внимание на людей, которые уже в Фениксе состоялись. Как, например, Сафрон Варламов. И сейчас мы пришли к третьей эволюционной цепочке, когда, как мне кажется, все-таки на студию Феникса будем брать их людей, независимо от того, какая у них личная харизма, энергетика. Ну, в том числе, да, но независимо от этого. Как долго они работали в Фениксе. А в первую очередь, насколько большой у них профессиональный опыт. Кто-нибудь ему скажет, что, чтобы пустить авторский проект в производство, нужно в первую очередь смотреть на, сука, сам проект, на его наработки и творческую ценность, а не на харизму авторов, не на работу в коллективе и не на опыт. Какого хуя? Он вообще сам понимает, что несет. Если команда есть, уж, наверное, вы как-то проект доведете до ума. Важна идея и концепт, как в стрельнувшем духе общаги, например. Какого хуя я вообще это проговаривал? Он уже несколько лет руководит студией и... Внимание! Ну и самое главное, я постоянно напоминаю себе о том, что я люблю рисовать. Вот, как ни странно, я постоянно забываю о том, что я на самом деле люблю то, что я делаю. Я очень люблю руководить студией, я очень люблю рисовать. Блять, напомни себе о том, что это нужно делать еще и осмысленно, а не как через смешный тип, который обожает исключительно зачеркивать квадратики вот уже много лет. И только и делает, чтобы пиздеть о достижениях, которых у студии толком нет. Меня еще очень прикалывает вот этот момент. Надо какой-то проект очень срочно закончить. Или, скорее всего, когда, например, в межсезонье, то есть уже написан сезон, аниматоры сидят без дела, мы, как правило, перекидываем аниматоров между проектами. Какое наху межсезонье? Ержан! Ержан, блять! Салам алейкум! С того я заебал на работу? Вы не сделали ни одного сезона, ни одного. Какие команды в межсезоне? Чем они, блять, меняются? Ты вообще в каком мире живешь? Блять, я его обожаю, Федя Кустик. Но разоблачение Федьки это не основная тема ролика. Смысл в том, что их сейчас становится все больше и больше, и практически всем надоел хит-парад таблицы, обещаний сбора денег и книг с урезанными нахуй фанфиками из интернета, с мерчем по несуществующим проектам вместо хоть какого-то контента. Терпение заканчивается даже у самых преданных фанатов студии. Это видно по комментариям. Поговорить я хочу о том, как Федя Кустик работает над ошибками на примере Феникс Тура, про который мне довелось снять один из самых популярных роликов. Это, блять, восхитительно, я клянусь. Стоит понимать, что это ебучая студия любителей Студии любителей. Мы любители как с горящим сердцем и азартом. Контрактом ОКО с нормальным таким штабом, удоваримыми продажами. В общем, эта студия, по крайней мере, позиционирует себя как начинающая. Как ту, что действует методом проб и ошибок. Так вот, когда этих проб и ошибок накопилось до хуя, невероятно важно уметь их признавать и желательно исправлять. А сейчас, собственно, самое время. Если продолжить делать подобные высеры с таблицами, вместо хотя бы Федор Комикс рисует, напомни себе, что ты художник, блять. Я постоянно напоминаю себе о том, что я люблю рисовать. Это хотя бы представляло из себя контент в свое время. Если вместо этого мы продолжим получать сырые проекты, обещания и упреки, по типу того, что фанаты все не так поняли, вообще мы, бля, работаем, шо пиздец, мы, бля, вообще изо всех сил нахуй стараем, кончится это отвратительно. Потонет все нахуй. Так вот, работа над ошибками. Следите за хронологией. Все началось с того, что Федька втихую порезал Phoenix Tour про новосип. Ютубовским редактором. Просто уже выпущенный ролик, с которого у многих сгорело, и на который я, по сути, делал обзор. Вырезал он самые яркие моменты обтирания города, после чего под этим исправленным роликом появился комментарий. Мне кажется, или из видео исчезла половина обтирания города. Собственно, неизвестно, как долго обрезанный выпуск пролежал в сети, и этот комментарий заметил изменения первым и написал о них. Прошло около восьми дней с момента написания комментария про редактуру видоса про новосип, и то, что этот ролик теперь обрезан, замечает блогер Росаэра. Он пишет пост в группе. Практически сразу после этого поста, с аккаунта, который создан только что, под выпуском про новосип, появляется новый комментарий. Я подчеркиваю, с нового аккаунта, который создан день в день написания комментария, появляется следующее. Мне кажется, или выпуск стал короче. Три подозрительных смайлика. И Федя Кус спешит делать пост в Телеграме как раз со скриншотом этого комментария. Как удачно это все совпало. То есть пост никогда ролик был обрезан, никогда появляется первый комментарий про редактуру, а как только хоть какой-то блогер это заметил. Притом складывается впечатление, что Федька сам себе новый комментарий написал, дабы не постить слова обсирания города в своем Телеграме. Потому что аккаунт, блять, создан специально для этого коммента, день в день. Вы, блять, представляете, насколько это абсурдно? Сука, Феникс Туры, это частное мнение какого-то Федьки комикса про города. То, как он к ним относится и то, что он говорит, по сути, его личное дело, а не дело студии. Поэтому Феникс Туры и перешли на личный канал. Это не отменяет того факта, что Феникс Тур пиздец, как раскрывает личность самого Федьки Кустика, чему был и посвящен мой ролик. Но это что за работа над ошибками? Как насчет обрезать свои ебучие высказывания, сразу об этом написать и банально извиниться? В посте в Телеграме никаких извинений и близко нет, они были потом в ролике, и за что бы вы думали? Воспринимается уже не как какой-то посыл, вообще за которым какие-то аргументы стоят, а как непосредственно травля. В случае именно намерения кого-либо целенаправленно задеть, у меня не было. Извините, если так получилось. Заметьте, не за риторику и конкретные слова, не за очевидную предвзятость к городу, особенно на фоне остальных, не за то, что обосрал новости, потому что вырос в Ростове, как он пытался оправдаться в первый раз еще дома его ролика и нарезки ютубовским редактором, а по сути за то, что мы его не так поняли. Я на втором канале сделал полную нарезку всех моментов, которые Федька выкинул из своего тура, и вот, блять, что там можно понять не так? Весь Новосибирск для меня выглядит примерно как эта елка, пустая внутри и напоминающая тюремную решетку. Тройне обидно, повторюсь, за то, что в Новосибирске живет столько народу, и такой огромный потенциал упущен. Людям помогите, помогите людям, помогите, помогите Новосибирску, помогите, повсюду эти листовки, боже мой, столица Сибири, как не стыдно. Я бы сказал, пластмассовое говно. Новосибирск, город смерти, без иронии. Ебучий сноб, если ваша студия действует методом проб и ошибок, научитесь эти ошибки признавать, пожалуйста. Федя, блять, научись приносить извинения не за то, что тебя не так поняли, а за свои снобские и ублюдские комментарии по отношению к городу. Все тебя правильно поняли. Ты высказываешься на аудиторию, а не снимаешь отчетный влог для родителей. Имей, блять, ответственность. И вот эта вот вся свистопляска с новыми аккаунтами и тихими вырезаниями каких-то моментов из старых роликов происходит, ну, как бы у главы студии, в сторону которой начинается хейт. Были втихую вырезаны и другие мелкие куски роликов, например, высказывание Таракамбикс про нацистскую эстетику, это только из того, что было замечено. Там ничего такого, если что, чисто про визуальную эстетику, не берите в голову, короче. Сам вырезанный момент ничего, по сути, не значит, просто в какой-то момент рисунки Таракамбикс форсились в плохом свете, поэтому, видимо, и вырезали. Примечателен именно сам прецедент втихую подтирать какие-то моменты. Если Федя не засунет свою гордыню в жопу, или я не знаю, что ему мешает по-человечески извиниться перед аудиторией и не начать делать контент, то закончится это плохо. Плохо для всех. Федя своей ебучей гордостью вкупе с неправильными решениями потопит то, что создал. Как, например, потопил Таракамбик с охуенной режиссурой «Назад нельзя», которая после выхода сырого высера получила хейт и съебалась со студия. Да, для нее это первый проект. А ты, режиссер мира, прежде чем ставить себя первым в титрах, должен был этот проект довести до ума. Это и есть работа режиссера. А не сказать, вот это... Мне почему-то кажется, единственное, что проект может не зайти кому-то с первой серией. Вот я хочу, чтобы те, кто к нему будет относиться нейтрально или скептически на первой серии, дал ему шанс на второй. И выпустить несмотребельное говно. Ты, лицо студии, если уже не рисуешь, а, блядь, напоминаешь себе о том, что ты это до сих пор любишь и заставляешь себя продолжать, обсираешься в принятых решениях и только и делаешь, что ездишь в туры, при том, что, сюрприз-сюрприз, даже ездить вам, блядь, уже не с чем. Ну, типа, нам не с чем ездить. То есть, вот уже последние где-то полгода, начиная вот с июля, у нас просто нет нового контента. Имея совесть и ответственность хотя бы достойно извиниться и не вилять жопой, если ситуация с обсиранием студии будет принята так же, как вот это вот потешное виляние жопой в отношении Феникс Тура, потонет все нахуй. У меня все. Достается докаданс. Насколько большой у них дик.